кто бы мог подумать что будет 14 августа я буду продолжать снимать выпуск ремонт машины но серьезно ребята мы еще в мае начали обновлять все наше оборудование которое для путешествий там столы и стулья там какие-то палатки и так далее вообще все обновили еще не как ладно пьем кофе и пойдемте все расскажу ребятки я знаю как многие из вас переживают за машину да и в целом за нас в общем немного хороших новостей так стоп 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 нет ребятки это чуть чуть попозже я не могу просто взять и начать выпуск с таких вот замечательных новостей блин это же целый сериал здесь стресс за стрессом стрессом погоняет поэтому начнем мы с очень плохих моментов сейчас мы вспомним предыдущий выпуск и начну все порассказывать вам по порядку а радость в конце а еще в конце итог сколько денег мы потратили на ремонт и кстати это таки не финал вроде финал то называли но все-таки не финал вот так вот но забегая вперед я хочу сказать что история пока не заканчивается ведь еще нужно обкатать машину это полторы-две тысяч километров и вот что там случится узнаете в следующем выпуске блин это прям какой-то сериал один выпуск жестче другого наверное тем самым интересным ладно друзья что мы имеем кто не посмотрел предыдущие выпуски а их уже вот столько нужно обязательно и глянуть иначе вообще нет смысла смотреть это видео что мы имеем мы перебрали двигатель поставили там новые поршни там гильзовку сделали от капиталь или полностью коробку поставили одну голову в итоге она разлетелась заказали контрактную пока шла контрактная нам поменяли на другую голову и кстати уже на гораздо лучшего качества об этом даже говорит сама комплектация кстати друзья мы это гбц ездит у меня в багажнике кто хочет ее приобрести приобретайте она абсолютно новая естественно не устанавливалась я просто поменял на бракованную вот она лежит она совершенно другого качества нежели была которая у меня в общем контакт мой есть в описании просто напишите мне в telegram дальше была произведена полный ремонт там форсунок в общем долго я не буду рассказывать просто посмотрите все выпуски ссылки найдете там же в описании лишь вспомним на чем закончился прошлый видеоролик а именно на том что мы дважды отдали мехатроник и в итоге он сказал что если вдруг не мехатроник значит скорее всего плата и вот с этого мы друзья моим начинаем выпуск совсем скоро уже сентябрь я не знаю как провели лето вы но мы наше лето провели вот постоянном ремонте своей машины начиная с мая и вот уже совсем скоро на дворе наступит 1 сентября и для нас стать эта дата непростая у нас плюс один школьник до в этом году родик идет первый класс куда он пойдет учиться я думаю что вы все догадываетесь там же где учится темка но об этом как-нибудь расскажем в следующем выпуске я думаю что вы также как и мы думаете а что подарить своему ребенку на 1 сентября вот мы например решили что на 1 сентября им надо подарить умные часы от пролайк держите парни этого вау как будто вы их только что увидели не на самом деле они их уже видели вот теперь официальная часть это вам на 1 сентября парни спасибо давайте вскрывайте что там детские смарт-часы станут стильным и незабываемым гаджетом для ребенка также полезным помощником для родителей детские часы gps и вай-фай а также усиленным аккумулятором 800 миллиампер часов позволит всегда оставаться на связи с ребенком для активации часов потребуется наносим карта любая 4g вашего региона кроме стандартного набора функций детские смарт-часы данной модели позволяют пользоваться калькулятором шагомером и будильником помимо этого детские часы sim карты имеют множество полезных функций голосовой чат и звонки геолокация кнопка сос для экстренных ситуаций очень прикольно что в данных часах предусмотрена во-первых элагозащита не нужно бояться что ребенок где-то вдруг под дождем промокнет предусмотрена безопасная зона и история перемещения вашего ребенка то что пацаны я теперь буду знать куда вы ходите и где выходили ахаха ахаха мы никогда не уходим ну ладно кроме того данные часы имеют две камеры смотрите первая вот а вторая вот здесь этой камеры я вижу себя а второй камерой артемку также в этих часах есть секундомер режим не беспокоит в классе и даже математическую игру для разминки перед уроками чем сейчас артем и занимается математика в один весь этот набор функций что есть в данных часах делают безопасность комфорт вашего ребенка на высоте получается что в данном случае часы это не только вот такой вот классный стильный аксессуар до для вашего ребенка а это целая безопасность вашего ребенка и спокойствие нас родителей что мы всегда остаемся на связи с детьми супер для вас друзья мои мы оставим вот этот вот промокод который дает скидку аж 30 процентам на официальном сайте про лайк теперь вы знаете что можно подарить своим детям на 1 сентября ссылочку конечно оставим в описании заказывайте и радуйте своих детей и всегда смотрите где они ну друзья мои характерная немка мне попалась все нервы съела все деньги съела в общем 7 25 июля 23 получается а нет не 23 22 по моему мы отвезли этот мехатроник его разобрали ну и позавчера получается пришли вот эти вот сообщения далее здравствуйте но вот плату вам вскрыли она вся идеальная то есть вот если вы рассмотрите то есть эта проблема именно вот вот здесь в процессоре этой вот есть квадратик с много-много-много всяких там чипов поэтому это замена платы обычно бывает там выгорает ножка ли еще что-то либо вот и одна из дорожек то есть мы меняем это процессор оставляем нет здесь замена вот именно процессор 85 тысяч рублей это ремонту непригодно хана платье процессору поэтому надо менять это еще 85 тысяч рублей у меня в шоке сейчас бегу деньги снять там только наличка еду за мехатроником очередной веер готов выдвинулся забирать мехатроник вот он красавец забрал еду и думаю неужели сегодня тот самый будет день когда мы действительно заберем машину и забудем это все как страшный сон но учитывая да вы помните в процессе выпуска сколько раз мы забирали машину и все никак то вообще ни во что уже не верю сейчас будем толкать и заталкивать на этот подъемник и ставить поехала парнишка который уже ну не первый раз снимает на мехатронике ставит он как родной чтоб чуть-чуть вот так вот короче поставил а в итоге потом оказалось что масло моего который вас сливали с коробки его нету оказывается его выкинули подумали что это мусор заказали новое не могу еще не в общем пока ждут масло я поехал кушать заводим я ребят не знаю я хочу зареветь разреветься все потому что не осталось уже сил не у меня не у ребят в сервисе какая-то не знаю загадка получается в чем дело никто не знает уже ошибок никаких не выдает ничего просто не подхватывается не адаптируется нихера не едет только первой передачей больше ничего на холодную задняя первая как прогреется только первое в итоге сегодня 25 июля и до вторника следующей неделе точно мы ее оставляем потому что в понедельник ее повезут на эвакуаторе в тот сервис где делали коробку мы с ним связались он говорит типа привозите мне нужна машина нужно ее самому уже смотреть вот и будут уже там смотреть я не знаю у меня все у меня нету ни слов ни хрена такой такой выпуск стрессовый ладно до вторника или до понедельника короче сейчас я уже успокоился но тем не менее вопрос у меня остается открытым кто просмотрел предыдущий выпуск мы отдали за капитальный ремонт коробки 181 тысячу я считаю что это немаленькая сумма и потом нам еще поменяли плату которая стоит 85 тысяч рублей и в итоге как была проблема так и осталась проблема вот сейчас дальше будут кадры что с машиной я не знаю рассудить в комментариях может я что-то не понимаю но я считаю так что ремонт должен делаться с диагностика и то что вышло из строя плата обязательно должны быть какие-то диагностические листы и там какие-то скачки напряжения чего-нибудь ну вот что-то в таком духе точно должно быть мне не дали ничего там где чинилась коробка я тоже как бы вот этот запрос а где а как и в итоге вот ничего ладно смотрим дальше да да на дворе 29 июля это именно тот день когда нужно было с утра увести машину значит в туда вот в сервис москву где чинилась коробка так как тот человек он запросил нужно ему видеть машину давайте мне машину окей но вместо того чтобы отвезти с утра машину мне прислали вот эту тсмску я не могу пока сказать потому что я машину еще пока не отправил мне его карточек на выезде вот поэтому как бы такая вот ситуация единственное что ну ладно там он приедет по поводу эвакуатора это потом уже решил вот мне бы честно говоря ситуация такая тоже не могли бы хотя бы часть работ оплатить что мы сделали по мотору потому что уже я не могу мне уже возможности если честно нету такой чтобы можно было машину тоже держать сами понимаете я и все равно не брошу конечно же согласен движок сделан вроде все работает вроде все нормально только машин то не едет ну ладно я как говорится человек не конфликтный окей а значит отправил полтинничек да да представляете 30 июля этот человек который в том сервисе он обещал в понедельник посмотреть машину в итоге олесе узнала и вот что узнала ну ничего он даже на связь не выходит я позвонила туда в этот самый как его в машину примите александра сегодня нету я говорю это он такой пускай он нам наберет вот я ему звоню он только не берет пока и ну выходной понятное дело вот написала он даже не прочитал но если что я до 7 все равно и и отправлю туда или с утра прям рано уже утром ну мне лёшка с ней с эвакуаторщиком поедет и там ее оставит и в общем друзья мои 30 июля в девять десять олесе отправляет вот эту фоточку тачку поставили на эвакуатор и все и она поехала ну а далее приходит видео сообщение что машина доставлена олесе добрый день автомобиль привезли да я своим ходом заехал на нем сейчас диагноз начнет заниматься я думаю в течение часа будет информация по нему пока давление масла не горит 31 блин июля и в как в лучших традициях этого нашего сериала с ремонтом машины 30 июля мне конечно никто ничего не написал 31 июля прямо так вот сердце сжалось я вот написал вот эту вот эсэмэску я лезь мне присылает вот эту вот фотку и тут вы наверное все сразу спросите но славян учетом чё в итоге было с платой что что давай 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 рассказывай но здесь наверное я толком-то ничего не расскажу здесь проще включить послушать вот эту запись не переживайте все нормально вот пока не могу ничего сказать вам сейчас мы доделаемся вот и саша мне проблема якобы из оплаты как которая стояла у вас все слетела программное обеспечение то есть но они снимали коробку ничего они перепрошили машину сделали клон с вашей непосредственно платы ну короче вот такие вещи он не говорил вот коробка начала переключаться все как бы порядке адаптировали но по какой-то причине она начала протраивать вот опять как ее смотрит она уже у меня вот объекты и и смотрит уже вот как будет результат я вам сразу же скажу на протяжении всех серий многие из вас писали и комментарии типа до тебя там на у тебя там обманули и у меня был принципе открытый вопрос в чем но вот здесь вот я прям искренне считаю что меня и это по ходу дела так я об этом сказал олесе и вот что нам не ответила примеру должен был отдать я попросил это не плату тогда дашь клиентскую вот ничего мне не сказал обещал вроде как отдать но не знаю даст мне отдаст конечно по честному вячеслав я не могу сказать что на сто процентов верю в это но не могу ничего сказать я в электронике совсем ничего не понимаю в общем друзья мои плату таки не вернули на сегодняшний день ну и денег взяли давайте пообщаемся по этому поводу в комментариях вы попали в август и первого августа я уже пишу там посвятите в проблему чё опять не так вроде же все собрано все нормально с коробкой разобрались отлично окей чувак машину то опять не отдаете алиса добрый день посвятите мне пожалуйста в проблему что опять происходит с машиной что там сломалось что-то ничего не происходит собственно говоря не ну машина нормально заводится машина нормально ездит переключается тогда восстановили проводку по по автомобилю заработал дополнительный нас который у вас не работа вот я его сейчас привезу он там стоит полторы тысячи и собственно говоря все поэтому ну пока и тут вроде начинается что типа все нормально не переживайте сейчас она поедет вот-вот-вот-вот начали грешить на какой-то дополнительный насос дополнительную помпу мол типа она там перекрывает клапан турбины из-за этого висит дополнительная ошибка сейчас заказали насос мы сейчас его поставим сейчас вот прям сейчас 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 все решим вот чуть-чуть подождите ладно окей ждем первое август ничего второе август это ничего и уже дело прям ближе к ночи я уже говорю олеся дайте мне хоть что-то что там и в итоге в 22 30 полодинства олеся мне присылает вот это вот видео скидываем нейтралку и он умирает и он умирает драйв и при этом при всем запуск просто не ошибок ничего нет вообще температура масла высокая была 103 вообще никаких ошибок ничего нету в общем грешат абсолютно на все на проводку на помпу на машину на турбину короче вообще на абсолютно на все там на соляру на бак короче там такая была история просто настолько долго но блин вы просто сейчас офигеете в чем же была проблема вот реально офигеете мне начали говорить что нужно заглушить егр убрать всю экологию а потом начали говорить что машина все-таки прошито-шито непонятно как и скорее всего электроникой убрали ошибки которые не должны никогда выскакивать и надо связаться с прошлым владельцем у него все это уточнить короче трындец и 3 августа я прыгаю в дискарь и еду в сервис чтоб вообще оценять что происходит с машиной чтоб у нас с вами была вот эта история чтоб мы все понимали что происходит и как она работает смотрим 3 августа еду во второй сервисе сейчас машина стоит вон она стоит попробуем посмотреть как там машин ошибка себя ведет точнее машины себе ведет красавчик а карабас все нормально да она все передачу на вторую же перечелкнула это тройта гидрики что-ли 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 это надо пытаться и подожди это вот после перегазовки начинает стучать получается нет она вот сейчас нормально работает она просто ей что то не нравится что она не может сказать не для этого она иногда роняет коробку аварии также дергать смешно еще такой прикол сейчас не глохнет а до этого глохло вот это же детонация какая-то вообще идет как пануло но при этом по мотору вообще ни одной ошибки просто мы вот там обманули насос этот дополнительного охлаждения много потому что два насоса привезли и ни один он нормально не воспринимает и потом человеком который по вагам он горит на только оригинал больше горит ничего не поможет мы его смогли обмануть часу но думает что он у него есть а спиральки выскакивают это нет по лампочке а против колбасе сейчас он дает на него а и вот это детонация он за год а потом запускается просто как с добрым утром в общем мучили они машину аж до 9 августа 9 августа они решили разобрать тнвд мол обнаружили там стружечку и типа отдали тнвд в ремонт почему я говорю типа потому что об этом вы узнаете в следующем выпуске друзьям и в следующем это просто вот эти маленькие нюансики очень важно запоминать потому что каждый выпуск он просто офигеть в общем ну типа тнвд в ремонте надеюсь все таки надеюсь что действительно тнвд было в ремонте просто опять-таки у меня нет никаких бумаг о диагностике тнвд раз пришла по этому часу известно что обнаружили короче мы просто начали заново все разбирать вот начали форсунок короче говоря до тнвд то есть но вот это дело да как собственно говоря меня было такое тоже предположение что после того когда бахнула голова мы-то эти форсунки то мы конечно проверили да они нормальны а тнвд много раз форсунки типа нормальность значит и тнвд в порядке вот но на клапане тнвд к сожалению мы обнаружили эти самые как стружку сейчас альберт снимает либо уже снял тнвд повезу обратно тнвд что посмотрели что за стружка и что произошло но после нвд на не начали грешить уже и на форсунки снова из тот кто капиталил форсунки говорит давайте другие когда может быть никогда короче это просто темный лес в итоге я 14 числа принимаю 14 августа принимая решение что нужно забирать из этого сервиса машину и вести машину в клубный сервис все мое терпение просто лопнуло никого ни в чем не виню просто вот получилось так как получилось окей вызываем эвакуатором и 15 числа едем туда новый день новый день ну что друзья мои 15 август ребята 15 вчера еще попытались там ребята что-то сделать в итоге я то уже давно говорю все давайте гнать машину в другой сервис коль вы уже руками разводите в итоге вчера что-то еще попытались они сделать как-то там прописать форсунки мол типа форсунки там не совсем так все считывают но смысл в том что ничего не получилось поэтому сегодня отгоняем машину ждем эвакуатор я пока поеду туда на это место вот она стоит сейчас будем грузить хожу уже минут 30 ждем эвакуатор мультик ждет тоже что не горит Ничего не горит. Что, глушительные стали, получается, да, Крепетель? Да нет, может быть, мы вчера и победили, я охрену знаю. Да нет, вроде нет. Все, заползаем. Все, отправляется. Погрузили, едем. Интересно, такая копоть прямо из-под капота. Ну, то, что они глушак отсоединили, ладно, это понятно. Вообще, как будто бы форсунки вообще не хотят работать. Газ в полдавишь, а она вообще не подрывает. Ну вот, поехала сладенькая наша. Да уж, блядь, грусть и тоска, честное слово. Очень странное чувство, на самом деле, ехать на своей машине, которая едет на эвакуаторе. Капец. Вот она, легенда, едет. Точнее, ее везут, она не едет. Но на эвакуатор залезла сама. На заправку, но заправляется не мультик. Может быть, он что-нибудь перепутал и залил мне в бак. В мультик. Но нет, ладно, все, едем дальше. Спустя часочек почти подъехали. Это город, видно, начинается. Что же, мы доехали, доехали, доехали. Вот где-то здесь. Т-61 стоит. Это клубный сервис. Попробуем здесь. Все, спустили мы с эвакуатора. Сейчас ждем бокс. Здесь чинятся только Т-шки. Вон Калифорния. Оушен. Мультивенчик стоит свежий. Там еще транспортер мультивен висит в боксе. Дошла до меня очередь. Машину загоняем. Точнее, нет, не загоняем. Он прям возле машины стоит. Открывает капот и слушает. Я ему рассказываю вот эти вот все нюансы, которые есть с машиной. Он открывает капот. И знаете, что говорит? Смотрите. Я, конечно, сейчас вообще офигел. Чувак капот открывает, говорит. Она и не поедет. Детали не хватает. И тут я просто офигел. Вы представляете, сколько дней мучили машину? Мучили не только машину. Мучили еще и себя. Снимая это, проверяя это. Катаясь до 12 ночи там сидели. Блин, а проблема была вот в этом. Они не поставили при сборке двигателя клапан обратки. Вот это вот маленькая херовина. Смысл в том, что когда движок разбирали, а вы помните, что разбирали мне его просто настолько уродски, что просто вот так вот расшвыривались детали, чувак, который больше там не работает. Он этот клапан сломал, и вот новый моторист, он вместо этого клапан воткнул туда какую-то трубку пластиковую. И как только поставили вот этот вот клапан обратки, машина поехала. Пять минут. Пять минут. И они решили проблему в машине. Я в шоке. Я продолжаю пребывать в шоке. Блин, вообще просто. Вроде он сказал, езжай прокатись, говорит. Этого не будет. Но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Мне куда-то сюда. Так, что-то очень туго, конечно, она едет. Офигеть, первая заправочка, друзья мои. Спустя три с половиной месяца. Наверное, даже четыре. Спросили у них насчет ГБЦ. Они мне говорят, что мы только китайские ставим уже лет десять. И говорит, все прекрасно, все нормально. Я им говорю про канал. Они даже глазам не поверили, говорит, ни хрена себе. А вот это вот он сейчас откручивал лампочку, чтобы нормально, качественно, программно обойти вот этот дополнительный вентилятор, дополнительную помпу, которая отвечает за EGR. Вот. Он, собственно, там это все снял. И они, ну, там, прошили, короче. Сейчас подключили компьютер. И сразу сказали, что тачка нехипованная. Вот прям как на заводе была, так до сих пор остается. Вот что значит профессиональное оборудование. Это к тому, что ребята в автосервисе, где делают мою машину, они настаивали, что нет, надо чипануть машину в откат, вот программное обеспечение, потому что, скорее всего, она вот... Ну, помните, что я рассказывал ранее, да? А в итоге, когда подключили правильное, грамотное, качественное оборудование, они сразу увидели, что машина как на заводе. И вопросы отпали. Вот горят спиральки. И типа неисправен двигатель. Это как раз ошибка дополнительного насоса. Сейчас попробуем устранить. А насос нужно только оригинальным, что-то 35, что ли, стоит. Ой, ребятки, я так рад. В общем, мы решили, что надо прошить тачку правильно. Обмануть вот этот вот дополнительный насос, дополнительную помпу, потому что дополнительный насос, вот эта дополнительная помпа, нужен только для EGR, больше ни для чего. Поэтому решили убрать. Ребята, которые мне говорили, мол, типа, нужно, ну, вот в этом сервисе, что нужно глушить эту выхлоп, как он, сажевый фильтр. Машина вообще без сажевого фильтра. Здесь есть только катализаторы, а этого нет. В итоге вот они говорят, что ничего не нужно, все системно отключим, кондиционер заправим. И они поставили ремень на кондей, что сказали, что тоже нельзя делать. Ну, потому что он же постоянно крутит. Этого делать нельзя. Надо было обойти компрессор кондиционера. Но в итоге пока поехал домой, сейчас заберу как раз отца, чтобы на двух машинах уже сюда приехать и потом уехать. В общем, как-то так. Ну, и дополнительно это будет стоить порядка 20 тысяч. Плюс заправить кондей. Вот. И, наверное, там плюс-минус что-то еще по мелочам выйдет. И они сегодня это все здесь смогут сделать. В общем, шикардос. Я безумно рад, что тачка поехала. Это если сегодня я приеду домой на машине, это будет просто что-то вау. Что я, конечно, по прошлому опыту, я, конечно, до сих пор сомневаюсь. Но учитывая, что машина едет, это веревут. Все, вот уже обратно. Еду в этот сервис. Сейчас вот буквально поворотик налево где-то здесь. Ну да, вот он. И все. Очень надеюсь, пока я туда-сюда катался, тачку сделали, и мы прямо сейчас сразу две машины упрем отсюда. Но это не точно. Ух, все, сделали. Прошили, щипанули. Короче, куча всего сейчас расскажу попозже. Я с успокойся, а то я такой доволен. Вот, пойду это. Денег закину 23 500. Ребята, я забрал. Единственное, пока не решили, вот с габаритными огнями, но, говорит, надо записываться, потому что и так, говорит, меня взяли вообще там вне очереди, мол, типа, они должны были взять и за кем-то исправлять ошибки, они вообще не хотели. И, кстати, вот как ответ тоже многим. Многие там писали, вот, а надо в клубный. Во-первых, я уже рассказывал, что многие клубные меня послали. И с этим сервисом то же самое. Он мне и сказал, говорит, мы бы и не взялись, мы вообще не связываемся с двигателями, мы вообще не связываемся с коробкой. Ну, то есть, чтобы вы понимали, да, серьезность ремонта не каждый еще возьмется. Вот так вот. И вот на этом самом месте, как бы странно не звучало, вот на самом деле, хотя у меня до сих пор с этим сервисом, который разбирали мне двигатели, собирали всю машину мне, до сих пор есть какие-то определенные непонятки, но, тем не менее, хочется все равно сказать спасибо. Спасибо за то, что они тогда в мае вообще взялись за машину и начали ее разбирать, потому что я уже об этом говорил, что я обращался в пять, по-моему, клубных сервисов, они меня все нафиг послали и сказали, мы не будем этим заниматься. И вот сейчас как доказательство, что я в новый клубный сервис завез, и он мне так и говорит, что нет, если бы ты мне тогда еще в мае позвонил, я бы тебе тоже послал на трескевецких букв. Поэтому, конечно, что ребята тогда в мае взялись за разборку движка, за ремонт коробки, короче, за весь вот этот полнейший апгрейд, который мы сами наблюдаем уже какую-то пятую серию, конечно, за это им спасибо. Да, есть вопросы. Я думаю, у всех, и у меня, и у вас, кто смотрит эти видео, я думаю, даже у них у самих к себе есть вопросы. Поэтому, ладно, будем их решать постепенно, но в любом случае спасибо. Я точно знаю, что они все смотрят, и я представляю, каким обидно видеть сейчас эти кадры, что вот столько времени мучатся, и вот небольшая вот такая маленькая штуковина. Потом еще писали люди комментарии, что типа вот туда-сюда так вот плохо ремонтируют. Вот на самом деле моторист, который собирал, он собирал качественно. Я видел, как он это делает, с каким трепетом и с каким профессионализмом. И когда он приступил к сборке, он мне сразу сказал, я его не разбирал, поэтому это будет дольше. Я этот двигатель, вообще такой двигатель никогда не собирал и не разбирал. Я буду плавно, потихоньку, главное, меня не торопитесь. Ну, кто смотрел те выпуски, вы помните, как он меня сразу от футболил, говорит, на душой не стоять. И собирал то, что он башку просохатил этот момент. Ну, окей, человеческий фактор, ладно. Ну, хотя бы можно было бы признать эту ошибку. Ну, и там куча-куча там по мелочам чего еще было. Ну, да ладно. Мне бы очень хотелось вот таким довольным и радостным все-таки выехать из их сервиса, а не из другого сервиса. Согласны? Первые метры все забрали. Я еду на нашей машине. Ребята, это что-то. Мне осталось завтра ее помыть, загнать на развал схождения, все сделать, отвезти в сервис, чтобы они прикрутили защиту. Ну, так по мелочам надо доделать будет. Вот, и в принципе все, потому что руль криво стоит. Ну, как говорится, еще включение. Прикиньте, я еду, я такой радостный. Я так кайфую. Бляха-муха. Вот, правда, вы вот представить не можете вообще. Наконец-то я за рулем нашей блинной крутейшей тачки. Я вообще в шоке. Я просто еще раз решил эмоции на камеру сказать. Вообще кайф. А еще хочу сказать всем огромное спасибо за теплые слова, кто писал в комментариях. Вообще огромное спасибо. Я уже возле дома. Сейчас посмотрим, как это мальчишки будут встречать, потому что, по-моему, они и гуляют. Но это не точно. Помните, эту коробочку я как-то оставлял, типа, кто догадается, что там. В общем, никто не угадал. Пришло время ее вам все-таки показать. Смотрите, куда вот она выдвигается. И здесь вот такой вот крутой набор для тачки. Это полотенце. Как вы все знаете. Значит, также здесь вот эти две подушки. Подголовник, да, они, по-моему, называются. Типа кожа, рожа, все дела. Вот такой вот браслет для ключей вместе с отверткой. Еще вот такой презент у Анючка. Но самое клевое, что мне очень понравилось, это вот эта вот корочка под паспорт и под документы. В общем, здесь куча разделов, это понятно. Но как это сделано все? Блин, офигенно, да? Э? Что скажете? Прикольный подарок. Сейчас нужно заехать и сделать развал схождения. Вот. Обедать, а потом уже ехать в сервис, чтобы они там доделывали все вот эти процедуры. Все, сейчас делают развал, а потом уже поеду в сервис доделывать остальное. Еду, еду в сервис. Задача разобраться, почему перестал снова работать кондей. Хотя стоит новый компрессор, да? Вчера его там заправили в том сервисе. Ну и чтоб там дособирали глушак. И денег снова заплатить. Прикиньте, за работы. Интересно, а кто мне заплатит? За столь длительный простой и за такой мелочи, а? Все потихоньку пособираем. Там все поставили уже на место в аккумуляторе. Сейчас защиту надо поставить и глушак. Перезаправляем. Уже темно даже за окном. Все, рассчитался. Сейчас чуть позже озвучу вам полную стоимость ремонта. Вы офигеете вообще. Просто офигеете. Ну и вопрос с кондиционером не закрыт. Заказала Олеся еще один компрессор. Другой фирмы получше будут ставить. И как раз, ну я сейчас за выходные тысячу накатаю. Собственно, ждем. Ждем компрессор. Потом посмотрим, как все будет работать. И уже чуть позже вот итоги. Финишный итог с ремонтом. Не переключаемся. Ребята, видимо, когда залазили в проводку, все равно что-то там сделаем. Может быть, эта масса потерялась. В итоге там все восстановилось. Загорелась у меня габарит задний. Все нормально работает. По переду мы разобрались. Просто подсветка габаритная, значит, видимо, заедала. Мы ее местами поменяли. И она начала гореть. А по поводу лампочки дневного ходового огня. Мы ее вытащили. Она вместе с дальним. Вот такая вот интересная. И получается, что вот габарит, он как раз перегорел. Сейчас пойду в магазин. Точнее, доеду. И поставлю новую лампочку. Ну и начинается такой вот долгий путь обкатки машины. Будем сейчас ездить, ездить. Тысяча полторы накатаю за 2-3 дня. Потом заеду, поменяю масло, фильтр. И все. И можно, по сути, ехать куда-нибудь в путь. С надеждой, что все, дай бог, будет хорошо. Очень трепетно надо обкатать по трассе. Аккуратненько. Там 120 выставлюсь. И так туда-сюда, туда-сюда. Вы со мной. Да уж. Небюджетные лампочки. 2,5 тысячи стоит лампа. Одна штука. Ну вот. Теперь все работает. Огонь. Ну что же. Подведем итоги. Сейчас я вам озвучу сумму. Я расскажу, что нас ждет дальше. В общем, в тот день, когда мы пытались реанимировать Канди, естественно, в тот день, когда надо было заплатить остатки денег. Мы сидели минут 15, еще раз все подбивали. Кто смотрел те выпуски, транзакции шли просто, ну, например, надо на то, я закидывал, надо на это. Я закидывал на это, закидывал, туда ехал, оплачивал. Ну, то есть, не так вот, типа, машину сделали, ты приехал и чик всю сумму отдал. И это, кстати, тоже хорошо, потому что, ну, если бы нужно было сразу всю сумму отдавать, это было бы не совсем комфортно. Даже если бы сделали машину там за, не знаю, один месяц, то тоже было бы не совсем комфортно. Ну да ладно. Как говорится, все же делать, все к лучшему. В общем, сидели мы, сидели, обсуждали такой момент, кто будет оплачивать эвакуатор, типа, вот, который в клубный сервис. Олеся говорит, типа, окей, я его сама закрою. Я говорю, да, типа, а кто будет оплачивать тот, который когда первый раз возили, когда с платой? Я говорю, выставить еще от этой конторе. Они мне ничего не отдали из старых запчастей. Любой автосервис отдает старые запчасти владельцу. Они не отдали ничего. А по факту, все, что сняли, это можно отреставрировать, еще сделать и также другим людям установить. Короче, сплошные вопросы. В общем, посидели, посчитали, что-то согласовывали, что мы из работ убираем, какие-то запчасти мы убираем, что-то лишнее мы убираем. Ну и в итоге остановились на сумме. Вот это вот мне Олеся написала на заказ снаряде, говорит, вот это надо доплатить. Я такой реп почесал и такой, нифига, дофига. Вот, сидел-сидел, думал-думал. Ну и в итоге говорю, давайте еще скидочку, коль такая пьянка, потому что все долго. Все сами все видели. Что я еще буду объяснять? Кому надо объяснять это? Вот. В итоге договорились на 150. И закинули еще 150 тысяч. Распечатали нам чек. И суммарно, в общем, ремонт у нас вышел в миллион. Но, как оказалось, он вышел за миллион. Об этом уже в следующем выпуске. Невозможно было закончить этот выпуск на хорошей ноте. Ну вот серьезно, не получилось, к сожалению. Следующий выпуск это обкатка. Те самые трепетные полторы-две тысячи километра, которые, к сожалению, пошли не по плану. В общем, подписывайтесь и на телегу подписывайтесь. Там все новости узнают наши подписчики первыми. До нового выпуска. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok